Без экспериментов теория иссякает. Таков девиз научно-практической конференции школьников. Ученики 10-го Б решили проверить знания, полученные из учебников по физике, и своими руками создали приборы, которые демонстрируют законы фундаментальной науки. Если смотреть на преподавание физики, то наука у нас, с одной стороны, теоретическая, с другой стороны, ее важность в том, что нужно теоретические знания применять к практике. Работы десятиклассники выполняли индивидуально и в микрогруппах. Команда из трех девушек подошла к участию в конференции со знанием дела и творчески. Примерив на себя образ молодых ученых, они продемонстрировали участникам, как работает электродвигатель. У нас была такая проблема, что на уроках физики мы иногда не совсем понимаем теорию, очень сложно все это уложить в голове, и поэтому мы решили создать и наглядно показать модель того, чего мы, так скажем, не понимаем. В данном случае это был электродвигатель. Проверив на практике непростую теорию, легче усвоить материал, считают десятиклассницы. Юные исследователи и начинающие ученые единогласно утверждают, теперь трудностей в изучении физики у них будет значительно меньше. Это не только работа творческая, работа руками, но это еще и понимание фундаментальной физики. Это наглядное понимание, это умение работать с приборами, умение собирать, конструировать, проектировать. Руководство и педагоги 14-й школы работают над созданием базы по углублению знаний в области математики, физики, биологии и химии, благодаря которой выпускники смогут без труда поступать в профильные вузы и становиться ценными кадрами в области технических и естественных наук. Мы сейчас планируем создать такую платформу инженерную, инженеринга, не инженерную, а именно инженеринг, как сплав не только физики, но и биологии, и химии. Работы десятиклассников оценивали эксперты, которые выбирали победителей и призеров. Свои баллы за выступления ставили и сверстники юных исследователей. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.